Сезон открыт. На прилавках города появились арбузы и дыни. По информации санитарных врачей, продажи бахчевых культур проходят достаточно спокойно. В территориальном отделе Роспотребнадзора не зарегистрировано серьезных нарушений на торговых точках, где реализуют сладкую продукцию. Аминат Дышекова продолжит тему. На рынках аромат южной ягоды так и монитно вырингуется. Вкусным сочным арбузом можно накормить всю семью. Продавец Матлаб Гасанова дает дельные советы, как не омрачить покупку сладкого десерта. Когда выбираешь арбуз, сначала надо легко стучать. Если там звук тонкий, это арбуз пока не готов. Если арбуз, там звук немножко толстый, пленкий, это арбуз хороший. Внутри красный и сладкий. И еще посмотришь на это место. Если это место тоже широкий, не узкий, тогда это арбуз сладкий. Многие горожане знают, как правильно выбирать арбуз. А именно по половому признаку принято считать, что девочки более сладкие и в них меньше косточек. Вот здесь точка, очень маленькая. Это мальчик. Вот здесь точка, смотрите, очень крутая. Это девочка. Вот девушка будет вкуснее и сочинее. Сам носик большой, наверное, она девочкой считается. А там, что хвостик там сухой, значит, наверное, спелая. И все. Так вот и ориентир такой. И пошлепывание такой звон, наверное, такой вот, чтобы был. Не глухой, а именно звон такой, чтобы был. При этом горожане забывают о главном правиле – не брать разрезанные арбузы. Порой сами просят продавцов это сделать, не думая о санитарных нормах и правилах. Находятся и те, кто из-за высокой цены приобретает лишь половинку, а то и четвертинку сладкой ягоды. Если уже как бы вы хотите все-таки удостовериться в качестве арбуза, ну, во всяком случае, да, то есть предприниматель должен это сделать чистым ножом. То есть он должен помыть этот нож перед тем, как его, там, вам, допустим, сделать надрез, даже если вы возьмете целый. Но, опять-таки, повторюсь, что нужно избегать этого. Ни в коем случае не брать уже разрезанные арбузы. Но пока северяне не особенно спешат покупать полосатую ягоду. Во время съемки сюжета лишь единицы поинтересовались стоимостью арбуза. На прилавке представлены бахчевые культуры с Узбекистана. Но знающие люди говорят, самый сладкий арбуз – астраханский. Его доставят Новорингой лишь к концу августа. В июле горожане любят лакомиться дыней. Маленький вес, а, соответственно, и цена, позволяет ей чаще попадать на стол новорингойцев. Самая вкусная дыня, вот эта порушается. Это колхозница. Потом идет вот эта торпеда. Вот такая вот, если он сорт, она вкусная, сочная. И вот эта пургминка, она немножко слаблась. Ну, вкусная тоже, ну, не такие вот. Ну, чуть послаблась. Ну, так же, тут все еще-то. Тут убрать даже нечего. Самое главное, чтобы мяты не было. Населая дыня. Вся продукция на прилавках магазинов прошла в фитосанитарных контроле, пригодна к употреблению. Но и самим горожанам стоит быть внимательнее, выбирая сочные дары лета. Амина Дышекова, Артур Цвелюк, Давид Давида Швили. Служба новостей «Импульс». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова